В каком направлении будут развиваться современные боевые искусства? Это очень сложный вопрос, но я постараюсь ответить на него по возможности быстро, кратко, но емко. Способствовать развитию боевых искусств будут два момента. Первый – это интеграция единоборств между собой, что раньше было невозможным, так как не было такого свободного обмена информацией. Живи я лет сто назад, я бы не смог заниматься тайским боксом, например, по ряду причин, или каким-нибудь еще видом боевых искусств. Сейчас же таких вопросов вообще не возникает. Зашел в интернет, нашел, у кого я буду заниматься, на какой срок, где я буду жить, сел в самолет и полетел, или на машину и поехал. Так же я могу сделать и с любой другой стороной, и с любым другим единоборством. То же самое я могу почерпнуть в теоретической части. Бойцы могут встретиться из разных стилей, обогащая технику и не рискуя поубивать друг друга, унифицируя технику, что позволяет противостоять противнику из любого направления практически, которые существуют сейчас в мире. Это приводит к некой оптимизации и взаимному проникновению стилей друг в друга. Особенно, если речь идет о схватках по смешанным видам единоборств. Остается самое рабочее. То, что хорошо применяется, хорошо получается. Такова природа человека, его биомеханика и физиология тоже. Тот же боец из Гуджу Рю с его близкой дистанцией будет вынужден учиться работать с тем, кто работает на дальней дистанции хорошо. Кикбоксер, текмандист, например. А если не хочешь проиграть борцу, то нужно уметь работать в партере и тому подобное. Второй момент – это интеграция с наукой о человеке. От этого никуда нельзя уйти, никуда не деться. Если хочется дальше расти и расти быстро, надо этим пользоваться. Так как искать эмпирическим путем методы для дальнейшего прогрессирования просто невозможно. А если возможно, то это очень долго. Это много проб, много ошибок. Не нужно держаться за старые методы подготовки, которые позволяют добиться чего-то одного в ущерб всему остальному. Причем в самом лучшем случае, понимаете, можно стать в таком ключе только копией старших мастеров. Но не стать лучше, не превзойти их. Можно добиться тех же самых и даже более высоких результатов в разы быстрее, если понимать, на какие звенья и механизмы оказывать воздействие своей тренировкой, своими упражнениями. Во всех видах человеческой деятельности к этому все идет. Но ортодоксы почему-то упираются рогом, считая, что чем старше практика, тем она лучше. На самом деле это большое заблуждение. Следуя правилу бритвы Оккома, не нужно плодить сущности без надобности. Если мы не видим чудесные результаты, обещанные нам ортодоксами, значит их попросту и нет. Или не стоит на них тратить время. Не стоит тратить время на их поиски и изучение. Это как искать шамбалу. Оставим это фанатам. Может это и есть, но если оно недостижимо для нас, мы не можем это найти, то нам это и не нужно. В том же ММА не запрещены удары пальцами в корпус. Однако мы не видим этого в силу неэффективности и травмоопасности этой техники. Причем травмоопасности для того, кто это делает. Если бы техника смертельных касаний работала, мы бы видели результаты, как в фильме «Хонгильдон», где одним касанием нейтрализовали противника. Нет этого, значит нужно искать возможности в том, что реально работает, в том, что достижимо, совершенствоваться в этом, улучшать. И в этом и есть ключ к прогрессированию современных боевых искусств. С вами был я, Михаил Шилов, мастер спорта России по карате, пятый дан карате ВФФ, тренер ПММА, врач-ортопед-травматолог, мануальный терапевт. Это, к слову, для чего я говорю, чтобы вы понимали, на каком основании я это все выкладываю. Если вам понравился материал, пожалуйста, сделайте следующее. Поставьте лайк, сделайте репост, поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. И, конечно же, оставьте комментарии, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые материалы. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok